Неужели вот все так плохо складывалось у Андрады? Ну интересно будет посмотреть, как она будет себя чувствовать в новой весовой категории. Самое что интересно, с типами очень быстрее восстановился. Ну куда ты веришь, зачем тебе это нужно? Давай заканчивай с этим, давай лучше в стойке разбираться. Дорогие друзья, приветствую всех! И сегодня мы будем разбирать очередной номерной турнир UFC 261. Уготовивший для нас три титульных противостояния. И об одном из них мы сегодня будем говорить. Итак, это титульный бой Валентины Шевченко против претендентки на ее бой Джессики Андрады. И как всегда, по традиции мы приготовили несколько вопросов, о которых будем сегодня говорить. Приветствую тебя! Приветствую! Итак, первый же у меня для тебя на сегодня вопрос. Это действительно ли Джессика Андрады будет являться той самой опасной оппозицией, которая готова или способна забрать титул у Валентины? Смотри, ну я думаю, да, что в любом случае это интересное противостояние, потому что Андрады сама уже была чемпионкой UFC. Ну, не в этой, естественно, категории, но все равно пояс. То есть она примеряла уже на своей талии, она знает, что это такое, и в принципе знает, как работать. Что касается конкретно оппозиции в ее лице, да, то я считаю, что это будет очень интересное противостояние. Даже букмекеры выставили такие коэффициенты, что Валентина идет за коэффициент полтора, давно мы, так сказать, такого не видели. Обычно она шла там просто сумасшедшим фаворитом, там, 1.10, 1.15, 1.20 на нее коэффициент. То есть даже букмекеры понимают, что это конкурентный поединок. Я считаю, что, да, в любом случае Андрада представляет опасность. Это сбалансированный боец, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Также, в принципе, в стойке она чувствует себя очень комфортно, может навязать хорошую борьбу, у нее есть стержень. Да, она уже не раз демонстрировала о том, что, находясь даже уже в такой, скажем так, патовой ситуации, она может поменять хоть поединка. Например, вспомним бой против... Предпоследний поединок она провела против Роусла Маюнас, да, кстати. Где два раунда она в одну калитку проиграла, это был реванш. И в третьем раунде джиу-джитсу она подсобралась, в принципе, да, нанесла... Собрала, да. Она, да, третий раунд вообще она в одну сторону забрала, да. Поэтому это говорит о том, что духа у нее, как говорится, много, да, целый вагон и маленькая тележка. И поэтому говорить о том, что ментальный настрой, если у нее нет, однозначно он у нее есть. И в этом аспекте чувствует себя она очень комфортно. Поэтому я считаю, что, да, это очень интересное противостояние нас ждет в любом случае. И давай перейдем к следующему вопросу. Ну, следующий вопрос, он звучит так, что неужели вот все так плохо складывалось у Андрады в минимальном весе, что она все-таки приняла решение для себя подняться в дивизион выше? Может быть, на это повлияла весогонка, которую, может быть, ей не хотелось гонять? Может быть, настолько действительно так выросла оппозиция в минимальном весе, что она решила подняться? Ты знаешь, мне кажется, здесь вопрос не в том, что оппозиция или весогонка. Мне кажется, в этом проблем нет. Потому что если мы берем весогонку, то мы должны были видеть проблемы в ее кардио. Мы этого не видели, согласитесь. То есть, с этим проблем никаких нет. Возможно, скорее всего, это очередной момент, который UFC, возможно, сами ей предложили. Вот, типа, ты уже была там чемпионкой, да, попробуй подняться. И, возможно, там ты себя будешь, кстати, покомфортнее чувствовать, да, все-таки. Правильно ты говоришь, здесь надо немножко меньше сбросить веса, да. То есть, весогонка должна пойти на пользу в любом случае. Вот. И, ну, мне кажется, что это все зависит конкретно от вопроса, от промоушена. То есть, возможно, ну, это мое мнение, мое ощущение, что промоушен сам не предложил. Давай поднимись и попробуй лучше там. Ну, кстати, на счет весогонки, это тоже был такой лично от меня вопрос. Потому как я, видя ее выступление, когда она выходила в какой форме на свои бои, она выходила прям полностью сухая. Прям у нее, видно, было как скулы у нее были впавшие, то есть, как-то вот прям очень-очень сухой она выходила. Главное, самое главное, что мы проблем не видели с кардио абсолютно никаких. Ну, их вряд ли, возможно, мы увидим, потому что, ну, вес, как бы, он минимальный, в принципе, я не думаю, что это будет. Ну, тоже верно, да, тоже верно. Но интересно будет посмотреть, как она будет себя чувствовать в новой весовой категории. Хотя она уже и, ну, выступила, да, один поединок там провела. Вот, и, ну, в принципе, хочу сказать, что соперницу, напомню, как ее звали, которая... Роусс Маманюна? Нет, не Роусс, ну, в новой весовой категории она провела против армянского бойца. Кетлин Чукагян? Кетлин Чукагян, да. Да, 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 тогда она ее финишировала. По-моему, если не ошибаюсь, ударом по корпусу, кстати, она ее разбила. Тогда мощь... Ну, вот здесь, кстати, да, вопрос в том, что если в случае того, если она сменит, она уже сменила категорию, да, весовую, то, возможно, она будет помощнее. И, причем, даже намного помощнее. Вот это будет очень интересный такой момент, посмотрим. Ну, вообще, в целом, я думаю, что это такой, знаешь, больше политический ход, что, типа, ну, поднимайся в другую весовую категорию, чуть повыше, да, возможно, у тебя там получится что-то сделать. И, причем, она сразу, она поднялась в весовую категорию, не входила там, естественно, в топ-15, подрылась с Чукагян, одержала победу, и все, она претендент номера. Ну, ты знаешь, у меня осталось впечатление, что как будто вот UFC решали вопрос того, выгнать ее все-таки или нет. Вот подняли ее в весе, вот получится у тебя что-то здесь, ну, хорошо, останемся там, дадим тебе подраться за титул. Да. Ну, не получится, значит, будем решать вопрос, что с тобой дальше делать. И сюда же можно добавить, что они просто, как мне кажется, просто искали соперницу для Валентина Шевченко, потому что она уже всех переехала, кого там только можно. Да, возможно, да, и она, возможно, Джесси Кондрат является той самой, которая вот действительно подходит под Валентину, чтобы даже, возможно, в плане борьбы какую-то конкуренцию ставить Валентине, потому что если вспомнить Валентину, как она проводит свои поединки, то это абсолютно точная ударная техника, которая преобладает. Но существует момент борьбы, который, так скажем... Ты имеешь в виду, она может дать конкурентный бой именно в борьбе за счет черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Ну, мы же знаем контроль Валентины в партере, это сумасшедший просто контроль, из него очень тяжело выйти, а тем более накинуть ей удушающий прием там, возможно, да, это, конечно же, нельзя исключать. Но я думаю, что, наверное, вряд ли. Но правильно ты говоришь, это очень неудобный соперник для Валентины однозначно. Это боец, который, если разбирать ее бойцовские качества, я бы сказал, что бразильянка работает на средней дистанции, ее дистанция это средняя. На дальней дистанции она чувствует себя ужасно, Роус на мою нос это показала, и как раз показала нам то, что бразильянка на средней дистанции чувствует себя хорошо как раз-таки в третьем раунде, когда она уже была не такая мобильная на ногах, и, соответственно, уже не могла так, скажем так, быстро, да, разрывать и сокращать дистанцию. И вот Андрада продемонстрировала, что на средней дистанции с ней лучше не работала, потому что мощь есть базовая, ну, как базовая вообще она, у нее, помимо того, что у нее кикбоксинг, у бразильской джиу-джитс у нее еще и кикбоксинг база считается, да, ну, неудивительно, в принципе, бразильцы, они все в основном либо тот вид спортовый пират, либо этот, вот, поэтому здесь очень, как бы, все может сложиться очень плохо, если с ней принимать ее игру, потому что она в основном, вот, как раз-таки, на моем, на третьем раунде навязывала свой стиль именно за рубы, потому что ей нужно будет идти на все деньги на два раунда, в частую проиграла, и вот эта средняя дистанция, на которой она чуть себя чувствует комфортно. Именно за счет того, что у нее рычаги короткие, антропометрия не такая хорошая, скажем так, как у ее... Это уже будет следующий вопрос, да, и этот вопрос был построен на ее первом поединке в наличайшем дивизионе против Кэтлин Чукагян, как раз-таки, потому что, ну, абсолютно никто, я думаю, не давал шансов Андрады, потому что все смотрели на антропометрию Чукагян, потому как она превосходила чуть ли не в 20 сантиметров росте, в размахе рук, и вот действительно, будет ли в этом противостояние играть роль антропометрии? Слушай, ну, в любом случае, я думаю, что будет, потому что стиль ведения боя в стойке у Шевченко, это просто филигранный ударник. Ближняя дистанция, средняя дистанция, дальняя, это все находится на высоком уровне. Вот у нее как раз-таки база это тайский бокс, бокс, да, она там и мастер спорта, и международного класса, и не раз она там неоднократная чемпионка мира даже, в ударной дисциплине в этой, также, кстати, она мастер спорта подзюдок, поэтому частенько можно в ее исполнении увидеть хорошую бросковую технику. Я думаю, что антропометрия в любом случае будет находиться, ну, естественно, на стороне Шевченко, однозначно, так как все-таки она выше, да, у нее рич, хороший рич, но, понимаешь, бразильянка это тот спортсмен, который, вот, в основном как бойцы работают, кому не хватает рича, да, скажем так, они начинают работать именно на взрывы, то есть быстро сократить дистанцию, быстро ее разорвать. У анграда такого нет, ну, лично я так заметил, что у нее такой функции, опции, скажем так, да, нету. Она в основном, наоборот, просто прет на тебя, как танк, и ждет либо пока ты устанешь, возможно, либо ты пока сломаешься, потому что она готова принимать огромное количество ущерба, но все зависит от соперницы. Мы видели, как Свейли Джан, да, она не была готова принимать. Все закончилось очень быстро, кстати, это тоже немалый важный фактор пробитности. Ты знаешь, несмотря на ее крепость, на ее, так скажем, ну, относительную массивность, я имею в виду анграда, да, даже вспомнить тот самый первый бой с Роусом Аюнос, где она просто в одну калитку проигрывала, ну, победила за шеф слэма, конечно же, красивейшего, да, но первый раунд показал, что абсолютно декласс был удар на детнике со стороны Роусом Аюнос, второй поединок показал, что действительно, все было понятно, что класс Роусом Аюнос, опять же, выше, но что сделала анграда? Она двигалась буквально как сумасшедший маятник, то в одну, то в другую сторону, и уже тот самый уровень удар на детнике от Роусом Аюнос как будто бы сходил на нет. Она попадала уже в 50% случаев, нежели как относительно первого поединка. И действительно, вот кардио анграда, она удивляет. Да, ты знаешь, я бы еще добавил тот момент, что анграда порой пренебрегает защитой. То есть, если вспомним с Роусом Аюнос, да, то есть, ну, насколько я помню, у нее руки были на груди. Да, там был маятник, там был маятник, но руки у нее были на груди. Но этот маятник, он имел успех, так скажем? Ну, ты знаешь, мы все прекрасно знаем, как бьет Шевченко Халькики, и один такой маятник может... Роль здесь, я думаю, что Шевченко нужно будет на дистанции держать свою соперницу. Я думаю, что касается ударной техники, то у Шевченко, наверное, наименьший процент брака вообще в дивизионе. Да, бьет наверняка. Что касается ненужных ударов, так скажем, да. То есть, 95% то, чего она наносит, попадает в цель. Согласен, согласен. Я думаю, что такого уровня ударной техники Андрадо еще не встречал. За всю свою карьеру. Ну, почему, почему? Я думаю, что... Нет, были высокогласны ударницы. Иван Иджейчик. Иджейчик, да. Но опять же, та ударная мощь, которая есть у Валентины по сравнению с Иджейчиком, и Майюнис. Однозначно, однозначно. Это очень спорный вопрос. Согласен. Я думаю, что все-таки здесь Валентине нужно просто, как мне кажется, да, не ввязываться в ту игру, в которую ей предложат, естественно, Андрадо. Скорее всего, это вот размены. Ну, и мы знаем, что Валентина, это невробитый боец. Она может, в принципе, на средней дистанции поработать. Она может и уронить. То есть, ну, как мне кажется, у нее в стойке просто больше опций, чем у Андрадо. Но все-таки чему нужно придерживаться Валентине в этом противостоянии, чтобы одержать победу? Я думаю, что у нее потрясающий всегда геймплан. Ей хватает физики, ей хватает кардио, ей хватает полностью всего. Арсенала, который у нее есть. Переводить Андрадо я не вижу смысла. Зачем мне переводить Андрадо, когда она, в принципе, может разбирать ее потихоньку в стойке. То есть, прекрасные удары с ног. Это хай-кики, фронт-кики, которыми она, помимо того, что она просто останавливается их соперниц, которые пытаются на нее идти, она еще сбивает их постоянно. И также она сбивает им дыхание. То есть, функционально все равно бойцы просаживаются от ее фронт-киков. Плюс лоу-кики. Я думаю, обязательно она их будет подключать, чтобы разбивать ноги своей соперницы, которые и так не сказать, что она прям там, Андрадо, сильно подвижная, но под разбитие ножки, например, там, в первом-втором раунде, чтобы она уже себя... Не была только мобильной. Да, чтобы она вообще, в принципе, была не мобильной, ее можно разбивать. Я бы даже сказал, что у Валентины есть навыки, чтобы даже нокаутировать Андрадо. Андрадо пробитый, боец. Другой вопрос, насколько голодна Шевченко. Пятая защита чемпионского пояса. Ну, я думаю, что в любом случае у нее должна быть мотивация. У нее все... Ну, от боя к бою, там, она мотивация бедна, потому что... Ни в одном своем противостоянии, ни в одной своей защите она постоянно идет вперед. Она знает, что ей делать. Если бы она не знала, выходила с нулевым геймпланом, я думаю, она бы уже не держала пояс. Да нет, здесь никто не говорит про нулевой геймплан. Здесь говорит вопрос конкретно о том, насколько она замотивирована защитить чемпионский пояс. Замотивирована, я считаю, что навсегда. Да, я думаю, что у меня такие же мысли, что мотивацию у нее, как говорит, хоть отбавлять. Вот, и защитить чемпионский пояс. Я думаю, что она имеет огромное желание и, в принципе, у нее есть все возможности. Если мы говорим про то, какой геймплан должен быть у Андрада, то лично я считаю, что это как раз-таки ее средняя дистанция. И постоянно, постоянно, постоянно оказывать давление на Валентина. Только это может ей помочь. Ну, я не думаю, что это может напугать какое-либо давление со стороны. Напугать не может, но именно такой геймплан может ей хоть как-то помочь. Составь расплох. Да, разбивать в стойке она не сможет перебить Шевченко однозначно. Потому что Шевченко будет диктовать темп, это раз. И, во-вторых, Шевченко будет диктовать дистанцию. Она будет работать на дуе дистанции, ей комфортно, при этом не подпуская свою соперницу. Ну, например, даже если она пойдет в борьбу, решит предрешение. Ну, Андрада я имею в виду. То, я думаю, и там тоже есть в альтине, что... Защитные навыки на высоком уровне перевести Шевченко не так уж легко. А мы помним, что когда ее поджимают к сетке, она спиной к сетке стоит. Бросковая техника. Зудов в деле. Опять же, тут сходятся две сумасшедших физики. Однозначно, да. От этого поединок становится конкурентным. Я считаю, что вот как раз-таки Андрада это самый... Ну, не самый, а один из самых серьезных соперников. И серьезная проверка для Шевченко. Однозначно. Все-таки возможно сделать вывод, что UFC нашли для нее оппонента, который сможет хоть что-то ей противопоставить. Потому что, если даже вспомнить поединок Валентины против Йоанна и Джейчик, ну, во-первых, у Йоанны тогда были проблемы, как мне кажется, с ментальным настроем. То есть, она как будто немножко подполомалась. Она очень жесткая. Она духовитый боец, да. Но как будто вот в том поединке я не увидел, что она может... Ну, как бы готова, да, и может отдать всю себя. Вот мне лично так показалось. Вот. Возможно, кто-то скажет, что просто Валентина была настолько хороша, что на ее фоне казалось, что Йоанна не такая. Но, как мне показалось, просто Йоанна была не до конца, возможно, уже замотивирована. Потому что, если мы сразу же смотрим на ее поединок, имеется в виду Йоанна, да, с китайской спортсменкой, там мотивация была бешеная. Извини меня, когда у тебя на голове выросла шишка в свою голову, и ты продолжаешь идти вперед, оказывая давление и рубиться... Ну, да, это было колоссальное проявление духа. Это дух сумасшедший. И мне кажется, немногие мужики даже бы так смогли... Я имею в виду, мужики-спортсмены не смогли бы, скажем так, продемонстрировать вот такие вот науки. Потому что, ну, вы помните, да, того же Стерлинга? Стерлинга, точнее. Которому коленом дали он все из этого, там, целую проблему смог сделать. Вот, меня там ударили. Самое, что интересно, с типами очень быстрее восстановился. От пушек на гамму. Согласен. Тайминг, тот же самый, да, вот и даже пять аспектов, которые можно привести тут же. То есть, на стороне Андрада у нас получается, в принципе, то же самое, но на несколько ступеней пониже. Уровня просто. Единственный опасный момент у нее есть в плане борьбы. Я думаю, вот... Ну, и то не совсем, вот, скажем так, опасный, потому что я предполагаю, что Валентина не будет в эту игру лезть. Она может применить свои борцовские навыки для защиты, как мне кажется, Валентина, да, и для того, чтобы, возможно, там, где-то, ну, показать, да, там, возможно, где-то бросить Андрада, да, красивым броском, там, ну, без контроля даже. Просто бросить ее, да, и тем самым показав ей, что, типа, ну, куда ты веришь, зачем тебе это нужно, давай, заканчивай с этим, давай лучше в стойке разбираться. Ну, это чисто мои мысли, я так думаю. Вообще, подводя итог, правильно ты говоришь, все аспекты здесь находятся на стороне Валентины Шевченко. Самое главное для меня это мотивация, чтобы она была замотивирована, потому что это уникальный, действительно, уникальный боец, и я думаю, что все шансы у нее на победу есть. То есть коэффициент, как я вам рассказал, у нее 1,5, и я считаю, что в этом поединке победу одержит Валентина Шевченко. Друзья, вот таким получилось наше мнение, свое мнение можете оставить в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, всем хорошего дня и пока!